приветствую вас друзья ну вот вы и дождались долгожданного обзора на контент в тик токе и сегодня обращу ваше внимание на повыку их разнообразие удивило меня потому что единственная повы которые я смотрю это это вот все варятся как бы в этом я не хочу в этом вариться потому что я никого не знаю лично я пока лично не узнаю ну что поделать я быдло и люблю мемы поэтому сегодня вместе с вами я собираюсь разобраться в этом виде контента и конечно же похихикать над его частой нелепостью что ж погнали и так прежде чем перейти к самому обзору стоит разобраться что же такое пов пов это аббревиатура переводящиеся как point of view или как точка зрения что как вы уже могли понять означает что видео с приметкой пов может быть снято от первого лица либо предназначенная для вида от первого лица казалось бы все довольно просто и однобокое но пов контент в тик токе настолько широко разнообразен что думаю будет логичным разделить мой ролик на части потому что каждая сторона повов по-своему самобытна по степени кринджа и как я уже успела вам продемонстрировать повы бывают мемами которые высмеивают различные жизненные ситуации порой довольно абсурдным способом с помощью объединения музыки и картинки или это только мне попадаются такие смешные мемы с которых я ржу сутками но представьте каково было мое удивление когда я поняла что повы еще бывают оформлены как сериалы да не простые сериалы а сюжетом вот это да и начиная с тех повов которые вы возможно могли встретить листая ленту в тик токе сейчас я говорю о повах о соулмейтах о способностях о всяких стихиях и конечно же о количестве слов сколько у тебя слов придется снова общаться на бумаге по сути все эти тик токи являются чем-то наподобие интерактивных видео вот только выбор делаете не вы что странно потому что это пов а по сюжету их можно назвать не больше чем наивными потому что подобные сюжеты напоминают скорее фантазии о другой версии себя в параллельной вселенной которую вы выдумали перед сном ну знаете это когда вы не можете уснуть потому что думаете каким бы вы были крутым если бы что-то а наутро просыпаетесь и такие чё это за кринж стать бомжом или вилкой в глаз не 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 я ничего из этого выбирать не собираюсь ты что-нибудь выбрал нет я ничего не выбирал тогда активируются оба варианта что смысл так вот среди таких тик током довольно часто встречаются подобные так как сюжет у них порой дико абсурдное по типу пов ты получаешь деньги когда чувствуешь боль только не обожгись 500 долларов что чувак есть еще одна идея я пас смысле пас нам нужны деньги ребят берите его что вам от меня нужно мы знаем как получить миллион на твоей боли или какие запросы в гугле делает твой soulmate что тоже довольно забавно бэлла что ищет твой soulmate мастер маникюра твой soulmate девочка а почему парень не может искать такое эши представляешь я еще не знаю своего соутмейта а моя родня его уже ненавидит господи если бы я была чин-то soul-мейтом и вы бы могли видеть мои запросы то вы бы наверняка увидели это а если вы не знаете что такое soulmate то вы во-первых быдло а во-вторых это родственная душа которая не обязательно может быть вашей второй половинкой подозрительно похоже на фанфик да согласно потому что повод скорее видео фанфик для сьюг которые отвергнуты обществом не такие как все и так далее также кринж тех тик токов заключается в том что реакция окружающих людей на выбор главного героя в тик токе чистенько похоже на реакцию которую придумала 14-летняя девочка для 14-летних девочек ну потому что короче смотрите сами посмотрите это девчонка который всегда не везет на слова сколько на этот раз лохушка посмотрите на этого ложка это он единственный выбрал коробку и как я уже сказала такие повод подозрительно напоминают фанфики про сьюг и для сьюг потому что такие реакции серьезно мы что в седьмом классе и если вы считаете что это кринж то нет друзья тыкать воздух выбирая себе суперспособности взаимодействовать с незнакомыми людьми которых почему-то называют соулмейтами это еще куда не шло дальше будет куда забавнее и так мы переходим к повом селебами из тик тока и помните ли вы как я читала фанфики на своем канале если не помните то где-то здесь будет подсказка на этот ролик и по сути здесь происходит то же самое что и фанфиках люди просто берут видео с популярными смазливыми мальчиками в интернете и монтируют эти ролики придумывая сюжет в них самостоятельно и обычный сюжет этих полов выглядит примерно так ты и что означает твое имя приходит в новую компанию или в новую школу где местные крутыши всячески подкалывают ее или называют неудачницей типичный день из жизни шестиклассницы и тут на нее обращает внимание главный секс-символ школы начинает активно к ней подкатывать видимо так для девочек-подростков выглядит подъем по социальной лестнице и кратко объяснив вам суть подобных повод хочу задать вам вопрос знакомы ли вы с пейтоном пейтон мурмайер популярный тик токер из сша по типу нашего дани милохина по сути он не снимает ничего интересного кроме липсинков и танцевальных роликов короче типичный стрэд тик ток который заходит маленьким девочкам ладно я ошиблась интересные липсинки у него все же присутствует в любом случае к моему удивлению большинство русских полов было именно с ним и там разные сюжеты от типичных подкатов от нойлза которому не нужны фанатки он сам себе повер детка ты на вкус как сладкая конфетка карамелька а также до тех где у него появляется девушка которая естественно т.и. то есть вы и если меня смотрят парни то извините уж но вы тоже должны уважать пейтона и участвовать повах с ним подписывайтесь ставьте лайки с 23 февраля вас если вы думаете что смонтировать тик токи со смазливым мальчиком и прописать фразы с ты в этом формате достаточно то нет тут создают и чат и в которых по сути то же самое все пафосные постоянно выпендриваются но тут появляетесь вы и просто всех уделываете ну тут у меня нет слов просто любом случае как бы ужасно это не было все типово со стороны выглядит всегда так господи спаси и сохрани но естественно задача таких повсово утвердиться и почувствовать какой-то момент что ты действительно крута настолько чтобы урыть всех этих стрейт лохов и забрать себе сверху самого крутого парня в школе ведь на самом деле ты типичная девочка из средней школы в саратове а единственный крутой парень в школе на данный момент сидит за последней партой играет бравл старс и уже не слушается маму ставь лайк подписывайся если же за но вы спросите а как же русские парни почему ты нам рассказываешь только о пейтоне русские вперед не переживайте друзья подобных по вселебами из русского тик тока тоже предостаточно диппинс никоглай егор шип егор крит просто рай для маленьких девочек и тут абсолютно та же история кумир молодежи под разными предлогами всячески подкатывают к тебе в школе на стримах и вступает с тобой в отношения короче жизнь удалась стоп это ведь реально фанфики но какими бы кринжовыми эти видосы не были на удивление не больше всего подходит под концепцию повов потому что именно в них ты можешь почувствовать конкретно себя самой крутой господи я надеюсь что парни не знают существование этих тик токов потому что это реально смущает где твои трусики сучка трусы на базу в любом случае если подытоживать мой ролик то можно еще упомянуть те повы которые рассматривают различные ситуации но сняты они вполне качественные и как бы парадоксально это не звучало ведь мы говорим с вами о полах рассматривают они ситуации с другой стороны то бишь тик токеры снимаю скорее свою реакцию на ситуацию нежели пытаются угадать реакцию у нас с вами но есть я не запутала вас множеством слов реакции ситуации быдло поэтому в сегодняшнем обзоре я решила эти повы не затрагивать но что я могу сказать о сегодняшнем материале несмотря на всю нелепость этих полов которую справедливо будет назвать наивностью контент вполне себе смотрибельный но лично мне не заходит подобный формат потому что ну не понимаю я всех этих параллельных вселенных где можно выбрать себе стихию тыкнув просто на экран или же где можно закадрить смазливого парня хотя знаете почти все девочки проходили этот этап фанатения по смазливым парням поэтому пускай сохнут ну а я быдло если коротко а я с вами прощаюсь ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а также подписывайтесь на остальные мои социальные сети телеграм яндекс дзен инстаграм вконтакте и так далее особенно телеграм-канал потому что там я часто выпускаю всякие смешнявочки предупреждаю о стримах и так далее и тому подобное плюс там самый крутецкий чат из всех чатов в мире я вам гарантирую естественно оставлять комментарии под этим роликом что вы считаете по поводу повов смотрите ли вы делаете ли вы повы фанатеете ли вы от пейтона готовы ли вы убить за пейтона и всякое подобное буду рада любому вашу комментарию потому что я их частенько читаю что ж всем пока все цикла все цикла